Психолог, психотерапевт Светлана Иваненко, сегодня у нас гостя, и вас. Дякую, что вы с нами. Отже, сегодня поговорим о конфликтах в семье, особенно в молодых семьях. Люди, которые находят друг друга, начинают сожительствовать, возможно, соответственно, только начинаются у них отношения и начинаются конфликты. Как здесь быть? Какие причины? В чем искать вот причину этих конфликтов? Ну, во-первых, нужно понимать, что молодая семья – это всегда испытание. Это такой процесс, в котором два человека встречаются, начинают жить вместе. Конечно, они встречаются друг с другом по-настоящему, потому что во взаимоотношениях можно различать несколько этапов. Первый этап – это влюбленность, да, когда человек кажется таким прекрасным. Прекрасным, без изъянов. Без изъянов, да, и то, что где-то видится там не очень хорошее. Как потом шутят, а потом бебезьяной. Вот, это все кажется милым недостатком, да. Так вот, в совместной жизни, когда два человека встречаются, они на самом-то деле узнают друг друга по-настоящему. Вот этот этап влюбленности, сколько он может длиться, и есть ли какая-то определенная статистика, что вот два месяца, год, там два, или вот сколько по времени можно? Ну, по статистике от шести до восемнадцати месяцев, в зависимости от того, насколько интенсивными являются встречи. Вот, и в этом этапе характерная особенность та, что друг на друга люди смотрят с той точки зрения, что человек прекрасен, уникален, не замечают вот в той второй стороны, ну, которые делают его полным целостным. Вы говорите интенсивность, да, то есть, чем меньше частота встречаний друг с другом, тем дольше будет длиться этот этап влюбленности. Ну, есть такая статистика. Друзья, не спешите ходить на свидание, пусть он продлится дольше. Но, на самом деле, в этом есть свой негатив, потому что за влюбленностью мы не замечаем иногда очень даже серьезных изъянов человека, из-за которых потом мы даже, возможно, не сможем быть вместе. Правда ли это? Это ловушка, в которую могут попадать влюбленные, когда этот этап проходит и кажется, что все, любовь закончилась. На самом деле нет, она еще не начиналась. Ну, влюбленность, да, это вход в любовь. Вот, а за этим этапом как раз таки следует вот то самое узнавание, знакомство, о котором я говорила. И дальше вот за влюбленностью следует, ну, этап обычно, да, это принятие, ну, и уже более такое трезвое, взвешенное понимание того, кто рядом с тобой. А вот в этом этапе, я так понимаю, что уже и наступают конфликты? Скорее всего, что конфликты сменяют. Вот за вот этим этапом привыкания как раз такие конфликты и следуют. Ну, вот так называемый порог ссор, конфликтный период, прояснение каких-то недоразумений фактически происходит в каждой паре. То есть этого не избежать никому? Но с разной интенсивностью. Опять-таки мы с этим понятием сталкиваемся с интенсивностью. От чего это зависит, возможно, от темперамента этих участников отношений или от чего еще? От темперамента, пожалуй, в меньшей мере. Скорее всего, от личностной зрелости, от того, насколько люди мотивированы, насколько они понимают, на что они идут, насколько у них совпадают картинки отношений, чего они хотят от отношений. То есть там очень много факторов, которые влияют на то, будет ли это недоразумение, размолвка, либо это будет конфликт, ссора, разрыв. Ну, то есть много, нельзя сказать, что это какие-то конкретные, ну, в смысле, что это один-два фактора, которые влияют на это. Все в комплексе. Да, очень большой комплекс. Если говорить о вот этих конфликтах, всегда есть какие-то потери, вплоть до того, что потери друг друга. Но как пережить этот этап с минимальными потерями? Можно сказать, что отношения – это всегда риск, да, и пойти в отношения – это пойти на риск, быть уязвимым, открыть свое что-то такое, что каждый человек бережет и прикрывает. И в отношениях, вот в этом конфликтном периоде, как раз-таки происходит то, что люди касаются, ну, неосознанно, но так всегда бывают, они касаются как раз-таки уязвимости друг друга, касаются чего-то такого, ну, что для человека является болезненным. Так вот, для того, чтобы прожить этот этап, ну, как вы говорите, там, с минимальными потерями, да, то здесь очень важна бережность и уважение. Ну, вот, казалось бы, такие банальные вещи, но на самом-то деле они очень спасают. Вот, очень спасают то, что спасало бы то, что если бы мы воспитывали культуру обращения со своими эмоциями, потому что эмоции выражать важно, полезно, но можно делать это по-разному. То есть важна форма. И, по сути, длительное отношение – это вопрос правильной формы. Потому что разногласия могут возникать всегда на любом этапе, и сколько бы не было стажа у отношений. Вот, но важна форма выражения вот этого несогласия. То, как проявляется это по отношению друг к другу. Потому что это можно сделать неуважительно, это можно сделать просто, ну, как прояснение, выяснение обстоятельств. И вот у наших предков существовал такой обычай – ладование. Что это за такой обычай, что там делали во время этого? Это специально отведенное время, во время которого два человека, мужчина и женщина, просто вот, допустим, назначают это время, эту дату, и они проговаривают то, что вот наболело, накипело. Но это проговаривают. Это не выплескивают, это не выворачивают. Именно это обсуждение. Без накапливания, потом резкого рывка в одну секунду. Да. То есть, такие вот, такую практику стоит тоже внедрять, да, в свои отношения. Как часто стоит это делать? Есть ли какая-то вот средняя, не знаю, статистика, что-то такое, вот там, раз в месяц это делать, раз в два, или как? Не могу сказать ничего про среднее, потому что здесь, скорее всего, важен индивидуальный рисунок в отношении к мая. Как это понять тогда? Как понимать по мере необходимости, что если вот я чувствую, что что-то вот меня тревожит, что-то волнует, и это важно прояснить, то тогда можно об этом говорить. Но это тоже должно быть некое самообладание очень хорошее, потому что чаще всего мы это подавляем себе любое, а не только даже с любимым человеком, но вот подавляем-подавляем, но наступает какой-то момент, когда мы даже и не думали, что он может наступить, и резко все рвет. Как вот его так хорошо скоординировать себе вот эти все эмоции? Возможно, есть какая-то практика, не знаю, там, дышать глубже, еще что-то. Ну вот вы очень четко подметили нюансы этот, потому что это на самом-то деле тонкое умение, умение совладать со своими чувствами, одновременно не подавив их в себе, потому что это чревато психосоматикой той же, да, заболеваниями, и тоже вот подавление чувств, это разрушает... Но оно все равно в любом итоге в итоге рвает. Разрушает отношения, разрушает, да, подавление чувств, даже во имя мирных целей, да. А с другой стороны, проговорить это так, чтобы это было, ну, приемлемо, чтобы это не разрушило вот вмиг, да. И здесь важна личностная зрелость, вот, ну, для меня это вопрос личной ответственности каждого человека, потому что каждый человек отвечает за то, как он проявляется в отношениях. Ну да, потому что здесь должен быть и ответ от любимого человека, который привел к этому всему, потому что не только услышать о том, что наболело супруге или супругу, но и, конечно же, прислушаться и, возможно, не делать эти же ошибки. В некоторых это не получается. Ну вот, к слову «привел» тут много вопросов возникает, да, потому что, когда мы говорим, что «он привел», «он довел меня» в такое состояние. Нет, дело не в этом. Дело в том, что это уже какое-то косвенное перекладывание ответственности. А в партнерских отношениях для того, чтобы этот конфликт был не конфликтом, а прояснением отношений, важно понимать свою ответственность. Я помню, с предыдущего разговора виноваты оба. Ответственны. Вот еще один хороший пример того, как можно под хорошим соусом подавать одну и ту же информацию. Вот, друзья, видите, практикуемся сразу в эфире. Ну и, конечно же, еще один этап в любом случае должен быть после того, как прошли вот эти все конфликты, этот порог конфликтности. Что следует за этим? Вот, за этим как раз-таки и следует начало глубоких отношений, потому что если люди вот после влюбленности попадают в этап конфликтов и думают, что… Кстати, конфликты долго ли длятся? Или это тоже индивидуально? Это тоже индивидуально. Что ж мы все такие индивидуальные? Нельзя никак. Да, вот, да. Так вот, если этот конфликт наступает, и люди думают, что любовь закончилась, то на самом-то деле она еще и не начиналась. Вот, как раз-таки вот пройдя вот череду или просто какой-то конфликт один там, или просто недоразумение проясняя, да, вот, люди как раз и учатся, мужчины и женщины обучаются принимать друг друга такими, какие есть. Но это такая глобальная задача, которая является основой длительных отношений, то есть принятие друг друга целостным. То есть не только ту красивую часть, которую мы видим во время влюбленности, а и вот то не очень красивое, что где-то там на горизонте было в тумане, да. Вот, так вот, отношения случаются тогда, когда я вижу и то, и другое. Ну, я думаю, что для себя, возможно, стоит тоже расставлять акценты на позитиве все-таки. Тогда проще принимать человека? Проще, но важна все-таки честность. То есть не заблуждаться, как во время той же влюбленности, не вернуться на первый этап. Да, да, потому что если все время вытягивать себя в позитив, да, вот и закрывать глаза на условный такой негатив, да, то, ну, это чревато тем, что этот негатив все равно прорвется, и тогда мне будет невыносимо с ним. Вот важно все-таки уметь принимать вот разные стороны любимого человека для того, чтобы оставаться с ним. Так можно дольше. Ну что ж, самое главное, что вот стоит понимать, надо быть честным перед собой и, соответственно, перед своим партнером. Спасибо вам большое, как всегда, за информативный и полезный разговор. Очень было приятно пообщаться в эфире. Я нагадую еще раз нашим тоглядачам, что сегодня говорили про конфликтные ситуации в родине, которые могут выникать, и вообще про этапы отношений с психологом, психотерапевтом Светланой Ивановичем. Дякую вам. Субтитры сделал DimaTorzok